Здравствуйте, друзья! С вами Дачный Сюжет и я, Галина. Сегодня скоро заканчивается обремя. Ещё есть возможность обрезать всё, что нужно в саду. Конечно, может быть, надо было пораньше, но не получалось. Там то дождик, то холодно, то некому. Сегодня я хочу обрезать свои молодые яблоки, которым по 3-4 года. Они в этом году должны вступить в плодоношение. Уже так видно, что есть в большинстве почки цветочные. Но их надо подкорректировать. Сейчас я буду исправлять яблоню, которую в прошлом году исправляла из кривого положения. Сейчас она очень симпатичненькая, но надо на ней вырезать лишние ветки. А так просто я вам покажу, как я все свои молодые яблоньки буду обрезать в этом году. Сразу извиняюсь за звук, потому что ветер весь звук сносит. Вот она яблонька у меня. Сейчас посмотрим, какой это сорт у меня. Это коричневая новая. В прошлом году я её исправляла из кривого положения. Но вот посмотрите, что мне здесь очень не нравится. Вот здесь вот есть развилка. Получается здесь два как бы проводника. Значит, вот эту часть, вот эту часть, вот эта мне больше нравится, потому что у неё уже веточки есть в разные стороны. Вот эту часть я уберу. Сейчас я это обрезать буду сучкорезом. Хороший сучкорез. Вот я им сейчас и обрежу. Вот как я сказала, я начну вот с этой ветки. Вот здесь надо смотреть, чтобы не повредить. И пенёчек нельзя оставлять. Ну и колюсу здесь вот, вот наплыв такой, нельзя его трогать. Вот именно до этого колюса. Вот замечательный срез получился. Ставить надо вот этой плоской стороной, чтобы именно плоской. А теперь будем смотреть, что же нам ещё надо здесь удалить и что нам здесь мешается. Ну, во-первых, как я и на всех своих говорила, я очень не люблю высокие яблоньки. Они хоть, может, и не будут эти высокенькие, но всё равно я вот так срежу. Вот так. Так, сейчас почку достану. Вот я хочу, чтобы почку меня смотрела на южную сторону. Вот срезано. Дальше здесь смотрим, что нам подрезать. Вот чем здесь, почему я оставила этот? Да, он немножко кривоват. Но я опять возьму палочку, сюда привяжу и опять исправлю. Но здесь уже, смотрите, вот она ветка идёт, вот она скелетная ветка и вот скелетная ветка. Это уже вполне нормально, хорошо пойдёт веточка. И вот эту можно немножко оттянуть, и она опять пойдёт скелетной веткой. Ну, ещё, наверное, я подрежу вот эту. Тоже я на ружу сделаю. А вот центральный проводник я, наверное, трогать не буду. Он не такой высокий. Здесь ветки все на месте, равномерно распределяются. Нет такого глинастости. Вот я это оставлю. Вот и всё. Вот они, плодовые почечки. Вот они они. Вот они, вот они. Так что я надеюсь, что в этом году я эти яблочки всё-таки попробую, если морозы не побьют. Потому что у нас обещают морозы. А плодовая почка терпит морозы только до 4 градусов минус. Пойдёмте поглядим ещё другую яблоньку. А вот ещё одна у меня яблонька. Тоже молоденькая. Тоже на карликовом подвое. Сорт снежная. Вот здесь, в общем-то, убираем только совсем-совсем немного. Вот здесь уберём. Вот мы смотрим, чтобы вот у нас ветки были под 120 градусов. Вот смотрите, здесь очень удачно расположены. Как я в одном из роликов рассказывала. Вот видите, ровно под 120 градусов. Замечательно. И выше тоже так же получается. Это немножко сдвинуто, а вот это как раз сдвинуто сюда. И опять здесь под 120 градусов, если сверху глянуть. Очень удачно расположены ветки. То же самое вот эта верхняя часть. Вот она, видите как? Тоже под 120 градусов. Они, получается, друг другу не затеняют. И даже наверху вот здесь вот. И то очень удачно. Единственное, что я сейчас сделаю, просто немножко укорочу веточки. Укорачивать я опять очень удобно. И укорачивать можно именно на внешнюю почку. Просто чуть-чуть укорочу. Есть там некоторые, сейчас я уберу. Вот эту наверху уберу. Вот так. Вот эту укорачиваем. Тоже на внешнюю почку. Так как она спокойно располагается во все стороны, она и не поднимается более вертикально. И не спускается горизонтально. В общем-то очень удобная. Так, вот эту мы немножко развернем. Вот видите, почечка. Сюда мы не сюда, чтобы она росла, а вот сюда. Вот так. Здесь тоже. Вот. А вот эти я уберу. Вот так. И вот эту, видите, она сюда внутрь идет. Я ее убираю. Здесь тоже вот. А, наверное, и вот эту уберу. Чтобы не мешались они друг другу. Вот здесь это нормальная ветка. И мы ее делаем вот так. Чтобы у нас не было два основных центральных проводника. Он там наверху. И вот этот, получается, может заходить центральным проводником быть. А мы его укоротим. Мы его укоротим. Вот так. И, соответственно, эти укорачиваем. Вот сейчас я остальные укорочу, потому что неудобно одной снимать и высоко укорачивать. И покажу, что получилось. Обрезала. Вот очень удачная яблонька. Ну, очень удачное расположение. И вот на всякий случай, чтобы никаких конкурентов нашему центральному проводнику не было, мы обязательно прищипываем вот здесь вот. Чтобы он был один. А так как она очень равномерно распределяет свои ветки, я центральный проводник прищипывать не стала. Очень удачные деревца. А, нет, у нее цветочные. Вот они, вот они цветочные уже. Мне очень хочется попробовать, что же за снежный такой. Но она зимняя. Она зимняя. Пойдемте глядеть сюда. Следующие. А вот и следующее. Это сорт у нас. Кандиль Орловский. Тоже зимний. Просто мне в магазине оставались, и мне просто отдали их. Поэтому я их столько и насажала. Здесь, по сути дела, вырезать ничего не надо. Здесь нужно просто все укоротить. Вот смотрите, какие длинные голенастые. Все укоротить. И укорачивать я вот эти длинные буду. Не на треть, не на четверть, а именно на половину. Сейчас обрежу и покажу, что же получилось у меня. Вот я обрезала. Вот обратите внимание, что вот нижний ряд должен быть гораздо побольше, чем верхний. Вот верхний я обрезала гораздо сильнее. Гораздо короче. Почему? Потому что верхние ветки не загораживали нижние. Тогда будет все нормально. Расположение веток, опять, как я говорю, очень удачное. Вот смотрите, ни одна веточка друг над дружкой. Вот нет такого, чтобы ветка над веткой была. А все они так равномерно распределены. Очень удачно тоже получилось. Вот, пожалуйста. Ну, а на этом я заканчиваю. Пойду еще что-нибудь пообрезаю. Так понравилась нужная информация, полезная информация. Спрашивайте, интересуйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. А так, всего вам доброго, добра.